Эта неделя проходит под знаком Дня пожилых людей. В Чувашии более 270 тысяч человек старше трудоспособного возраста. Большинство из них ведут активный образ жизни и с удовольствием участвуют в различных проектах, позволяющих узнать что-либо новое. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с пенсионерами-слушателями компьютерных курсов. Обучать пенсионеров компьютерной премудрости в Национальной библиотеке Чувашии начали пять лет назад. К тому моменту в Либерии накопилось достаточно ресурсов на электронных носителях. Плюс целый интернет-зал, где можно найти необходимые документы, законодательные акты и другую информацию. Чтобы граждане, которые в школьный год учились писать педивыми ручками, вписались в современную жизнь, им дали в руки мышки. То, что здесь мы проходим, то, что наши педагоги здесь интересные. Прямо вот педагог у меня рядом сидит. И общение такое, прям вот досконально, по буквке. Вот это туда нажмите, это сюда. Это просто интересно даже. Глава Чувашии порадовался, что у наших пенсионеров появилось столько возможностей для общения. И попросил высказать пожелания, как улучшить процесс обучения компьютерной грамотности. Как выяснилось, никаких проблем у новоявленных пользователей нет. Вопросы касались совсем других сфер жизни. Министр здравоохранения, в частности, рассказала, что у пожилых граждан теперь есть возможность отдыхать в Крыму. Речь также шла о начале отопительного сезона, ремонте общественных зданий и других городских делах. Михаил Игнатьев поблагодарил пенсионеров за активную жизненную позицию и неравнодушное отношение ко всему, что происходит в республике. В День пожилых был дан старт и новому оздоровительному проекту «Прогуляемся по-скандинавски». Насколько этот вид спорта полезен и удобен для людей пожилого возраста, можно было узнать в сквере перед Национальной библиотекой.